Мммм, пиво что ли? Что за запах? Что за фигня? Меня что развели? Привет, мои хорошие, с вами Селена, и сегодня мы с вами будем пробовать вкусняшки из Ашана. Я на самом деле зашла в Ашан, и вдруг просто такая захожу там, смотрю на полочке, что-то прикольненькое лежит. Одно, второе, третье, потом прохожу дальше и смотрю, думаю, блин, да когда на целое видео тянет, столько вкусняшек. Я думаю, что я не одна такая любительница всяких вкусняшек, сладостей, чего-то необычненького, поэтому вместе с вами поделюсь, что я купила, чем я руководствовалась, ну и заодно попробуем вместе этот вкус и решим, стоит ли оно того. Так, первое, с чего я хочу начать, это вот такие вот непонятные, смотрите, очень красивые, вот тут маркетинговый ход классный. Смотрите, какой рисунок, мне очень понравилось, я сразу подумала, что там лежит. Лежит этого там совсем немножко, цена где-то 100 с чем-то рублей, сейчас я посмотрю точно. И вот я взяла три вот таких, вот это у нас яблоко, орехи и семечки, но это что-то полезное, полезный перекус однозначно. Это у нас дыня, орехи и семечки, а это у нас манго, орехи и семечки. Короче, орехи и семечки везде и разные фруктовые вкусы. Прям вообще легенькая, мне кажется, очень вкусненькая, выглядит во всяком случае очень вкусно. Сколько это стоит? 109 рублей стоит. 100 рублей получается, вообще недорого. Так, надо попробоваться. Еще нашла одну, я их 4 штуки купила. А здесь, короче, клубничка, орехи. Ну, давайте откроем, да, попробуем. Здесь, если вы открыли уже, то все, закрыть не сможете. Здесь нет никакой специальной штучки, сразу надо есть. Так, пахнет вкусно, выглядит аппетитненько. И такими маленькими, как конфетки, знаете. Мне кажется, это очень круто, аппетитно прям вообще. Ну, давайте пробовать. Семечки маленькие, кунжут. Семечки большие, обычные. Еще какие-то семечки здесь. Слушайте, а вкусненько? Ммм. И для хранения как раз-таки понадобятся из фикс прайса. Баночки такие, помните, которые застегиваются? Слушайте, ну как таковой клубники я здесь не почувствовала. Здесь очень насыщенный вкус разных семечек. Но вот прям клубника нет. Давайте я попробую дыню, и мы уже сравним, есть вообще ли разница. Может быть, совершенно не важно, какой вкус брать. Если она сейчас будет очень похожа, такая же. А здесь я смотрю, ой, ну пахнет дыней очень отчетливо. Слушайте, дыня чуть послаще, и она мне понравилась больше. Походу, надо все попробовать и сказать, что вкуснее реально, да? А еще я заметила, смотрите, здесь на разных языках, вот здесь в уголочке, написано. Там Греция, я люблю тебя. Узбекистан, я тебя люблю. Россия, я тебя люблю на яблочке. А здесь что? Доминикана, я тебя люблю. Вкусы мира. Прикольно. Дальше давайте попробуем манго. О, я уже наемся сейчас этими вкусняхами только. Манго пахнет, манго прям. Все. Манго мне тоже очень понравился. Я сейчас читаю состав. Крутой состав вообще. Лен. Содержит полинасыщенные жирные кислоты. Омега-3, омега-6, омега-9. Понижает уровень холестерина. Кунжут, рекордсмен по содержанию кальция. Миндаль и ядра подсолнечника. Богатый витамином Е, полезный для кожи. Тыквенные семечки. Содержит эл-3-фтофан и улучшает настроение. Опа. Манго содержит незаменимые аминокислоты, большое количество каротина. Кстати, здесь состав полностью безвредный. И здесь даже манго сушеный. Сушеный манго. Так, ну все, давайте перейдем к яблочку. Здесь на яблочке написано Россия. Я тебя люблю. Яблоко. Как будто в сиропе каком-то яблочном. Пиво, что ли? Так, я попробовала все. Других вкусов я не видела. То есть я все взяла, что было в Ашане на полках. И мне понравилось больше дыня и манго, честно говоря. Даже больше всего дыня. Если выбирать из дыни манго, то дыня. Вот. А яблоко какой-то пивной вкус почему-то. И еще, смотрите, вкусы мира. Каштаны запеченные, очищенные. Я вообще взяла это как каштаны запеченные. Но сейчас увидела, что здесь тоже написано Франция. Я тебя люблю. И тоже вкусы мира. То есть это та же серия, та же фирма. Но что за запеченные каштаны? Это мне очень интересно. Ой. Что за запах? Я не пойму, на что похоже. Томаты. Что-то непонятное. Выглядит так. Очень любопытненько. Я не знаю. Они мокренькие. Они мокренькие. Реально. Запах нормальный. Вкус не соображу вообще. Вы помните, что в последний раз я что-нибудь пробовала? Я не поняла понятие, что такое. Непонятно. Сладковато. Чем-то похоже на картошку. Только сладковатую. Да. Сладковатая картошка. Очень интересно. Очень. Какой у них срок годности? Я хочу, чтобы все попробовали, кто в гости ко мне придет. После вскрытия хранить при температуре 2-8 градусов, то есть в холодильнике, не более 48 часов. То есть двое суток. Понимаете? Мне надо успеть угостить кого-нибудь, чтобы они сказали свой. Как им? Вкус вообще. Ну, я второй раз, конечно, такое не куплю. Немножко странный очень вкус. Что еще за полезности у нас? Смотрите, купила вот такую вот штуку. У меня, кстати, есть засушенные апельсинчики. Я делаю, в чай добавляю. А здесь вот свекла. Фруктовый батончик. Свекла. Мне стало очень интересно. Так, без глютена, без добавления сахара, без красителей. Свекла сама по себе вообще сладенькая, насколько я помню. Так, что я вижу? Я вижу. Очень пахнет свеклой и еще каким-то шоколадом. Не шоколадом, а чем-то сладким. Слушайте, ну что там? Интересненькая. Скорее, как десерт какой-то, знаете, с чаем. Перекус такой. Ну, прям отчетливая свеклы, вкуса нет прям. Даже не знаю. На что это похоже? В общем, мягкая. Свекольный слад. Масса. Очень необычная и недорого, кстати, стоит. А, каштаны не сказала, сколько стоят. Каштаны стоят 100 рублей. А, здесь чернослив и свекла. Я не могу понять, что я не вижу. Чернослив тогда, батончик чернослив. 61 рубль вот такой стоит. Блин, ну я бы его второй раз, честно говоря, не купила. Тем более за 61 рубль. Если бы он 20 стоил. Так, поехали дальше. Что мне интересно попробовать? Я вообще люблю арахис. Арахис в сахаре. Я искала, но не нашла прям арахис в сахаре. И я нашла арахис с тростниковым сахаром. Только непонятно, как он здесь делан, потому что не, ну как бы, непрозрачная упаковка. И нашла арахис. И нашла арахис. Он вроде в сахаре и еще с, как это, с кунжутом. А, с медом. Он в кунжуте и в меде. Мне стало интересно это попробовать. Так как арахис я люблю, я заточила тот арахис, который у меня был очень быстро. Сначала попробуем с тростником. Джаз, кстати, фирма, по-моему, очень известная. Так. Сейчас я дам свой вердикт. Так, выглядит оно все вот так вот. Слушайте, вот этот арахис, он лучше даже тот, который я в сахаре пробовала, потому что он мягче. Здесь сахар мягче. Тот, который я пробовала, прям мне приходилось грызть и десны иногда царапались. Это был один минус. А здесь прям сахар мягкий и очень легко крошится на зубах. Да, это то, что я люблю. Стоит это добро. Арахис в карамели 59,90. Отличная цена. Супер вообще, мне нравится. Сколько здесь грамм? Не написано. Пищевая ценность 100 грамм. Это же не то. Я не вижу граммы, девочки, извините. 130 грамм нашла. 130 грамм. И теперь попробуем кунжут. Арахис получается с медом и с кунжутом. Вообще, я кунжут не очень люблю, но он полезен. Ну, кунжута прям много. Его очень сильно ощущается. Не, ну я думаю, я съем, конечно, но тот с тростником лучше. Я его съем, конечно, я очень люблю с чаем. И когда иногда бывает, не знаешь, что с чаем, да? Хочется что-нибудь сладенькое, берешь там какую-нибудь булку или еще что-то. Это, ну, как бы слишком калорийно, да? А когда ты с чаем прям пьешь какие-то вот орешки, да, или что-то вот сладенькое, маленькое, и мне кажется, не сильно калорийное, ну, на мой взгляд, да, по сравнению с булкой, то я люблю вот такие. Поэтому я это, думаю, съем. Здесь фирма у нас Natur Foods. И этот арахис 68 рублей. Ну, на 10 рублей дороже, чем тот. А граммов здесь, кстати, 180 грамм. А там 130 было, да? Тут больше на 50 грамм. Кунжут тут тяжелый. Так, дальше я очень люблю цукаты, ананас и папайя. Я взяла как раз свою красивую, видели, может быть, у меня, коробочку, которая на столе. Там не хватает прям этого, цукатов. Я их люблю тоже пить с чаем, ананасы. И папайю. Ананасов тут, конечно, значительно больше, чем папайи. Если различать их по цвету. Ананасы мне нравятся больше. Ну, и хорошо, что их здесь больше. Так, сколько это стоит, цукаты? Напишите, кстати, кто любит цукаты. Я вот очень люблю с орешками, цукаты, в перемешку есть с чаем. Очень вкусно. Так, а что у нас тут написано? Ананасы папайя. 92 рубля. Ананасы папайя. 200 грамм. Отлично. Так, дальше я купила вот такую, кстати, натурфудс смесь. Мне показалось... Ну, смесь для компотика. У меня Данька любит такой компотик. Я думаю, сварю. Здесь яблочки всякие. Ну, вы знаете, да? Сухофрукты. И, кстати, вот эта упаковка стоила дешевле, чем даже... Вот в Ашане есть там каждый день, да? У них фирма, они там сами делают. Даже она стоила дороже. И если смотреть на смесь, она прозрачная здесь. И там была прозрачная. Мне даже здесь понравилась она больше. Мне показалось, что она менее гнилые какие-то, да? Более такие все вот прям, кажется, свежие, зашушенные фрукты. Зашушенные. И стоила она всего 109 рублей, по-моему. Компотная смесь, 109 рублей, да. Здесь 700 грамм. Почти килограмм. Класс. Будет, значит, у нас вкусняшка. Еще я зашла... Вот знаете, где все без сахара для диабетиков. Вот без добавления сахара. Тут тоже без добавления сахара. Батончик амарантовый. Со сливочной начинкой. Молочной шоколадной глазурью. Я что-то такое пробовала. Мне, короче, стало интересно. Две штучки здесь стоят 26 рублей и 29 рублей. Так, вот, давайте попробуем. Сливочный просто. Мне вообще нравятся такие. Они должны быть пустые вообще внутри. Ну, вроде написано сливочная начинка, но сейчас... Пустые, видите? Вкусно, хрустящо. Клубничку попробуем. Ой, здесь более темный шоколад. Вот я люблю более темный. Видите, немножко розовенькое внутри там. Ну, это типа клубничная начинка. Но внутри тоже пусто. Короче, я люблю такие легкие десертики. Ну, и последнее, что я взяла. Очень много в Ашане, кстати, не было. Это, по-моему, новинка. Либо акцию сделали, что расставили везде, где овощи. Я вообще в овощи зашла. И там везде над овощами стоит хороший кофе и разные вкусы. Беллис, шоколад, какая-то там вишня. Амарета, тирамису. Я не помню. Все, короче, вот такое вкусненькое. И аромат стоит классный. Даже вот так вот пахло. Ну, вот в этом кофе он стоит, сейчас скажу, сколько. Кофе натуральный гуд. Чего? Секундочку. Реально? Что-то я не пойму. Кофе натуральный гуд. 1097. 1097. Я не поняла. Я что, за 1000 рублей купила это? Если бы я знала, что он 1000 стоит, я бы его не купила. Он там стоил, по-моему, там 100 с чем-то рублей. Реально. 175 рублей, вот мне кажется. Что это за цены? Первая цена, это идет, правильно? Цена. Вторая цена общая идет. Правильно? Вот, например, кисель малиновый малому я купила. 29,90. 2. Получается 59,80. Батончик смородины. 51 рубль, 5 штук, 257. Так, ну. Теперь кофе. Что за фигня? Меня что развели? Кофе натуральный. Цена 1097 рублей. Ё-моё. Потом перемножается это на 0,16. Это, наверное, за килограмм 1000. Да, 175 рублей получается. Господи, испугалась я. 160 нет. Здесь, да, килограмм 1097. Вот надо было сразу сюда посмотреть. Да, за 175 рублей я купила. Вот. Короче, он вкусно пахнет. Он находится в таком пакете. Мне, кстати, Бейлис очень понравился. Что вот если мы отрываем, то потом можно хранить вот так вот, да. Такая липучка. Не липучка, но вы поняли. Аромат очень классный. Я думаю, цвет такой светлый. То есть не очень темный. И мне кажется, классно. В общем, с разными добавлениями. Попробую кофе. Тогда скажу вам, завтра утром буду пить вот этот кофе. Вставлю здесь, как он мне. Девочки, сделала кофе. Не стала добавлять сюда никакого сиропа. Потому что пока я готовила кофе, здесь стоял невозможный аромат. Прямо с утра супераромат. И я вам скажу, что вот в этот кофе Бейлис сироп добавлять не надо. Потому что классный вкус, классный аромат. Мягкий. Я только сахар добавила. И не захотела этот вкус и аромат взбивать какими-то другими вкусами. Так что кофе мне очень понравился. И чтобы вы понимали, насколько он мягкий. Вот мой обычный кофе, который я покупаю там Today. Он тоже с разными нотками. Но посмотрите, какой он темный. И какой светлый вот этот, который я взяла Бейлис. То есть он мягкий. Для тех, кто не любит терпкие кофе всякие такие, а любит мягкие вкусы, то это вот он шикарный. Так, ну все, в принципе. Вот такие вот необычные вкусняшки сладости. И по традиции, что самое лучшее, что я приобрела, это дыня, которую я, мне кажется, уже сегодня схрумкаю. Это арахис в тростниковом сахаре, зачем я довольна. Вот эти батончики я тоже, мне кажется, с чаем сегодня съем. Может, дыньку угощу. Я ему пока вот по минимуму сладости такие даю. И кофе, мне кажется, очень вкусный будет. Да. Ну и компотная смесь, естественно. Все остальное, мне кажется, ну как бы могла бы и не брать. Даже и не тратить деньги. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok